Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда агент. Сегодня, ребят, видео такого характера, как агент стал кидалой. Был у меня сервер Counter-Strike 1.6, назывался он Луцкий Паблик 18+, и я решил его продать. Решил продать и продал в итоге, но не за ту сумму, что хотел. Продал я его, выходит, за 400 гривен. Вот, 6 октября, скинули мне 400 гривен. Вот, хотел я его продать за 3, осталось еще 2 600. Я продал его Жене Гулько, вот, и с того момента больше денег не поступало. Вот, сервер я продал, ну, старые игроки сервера начали мне писать, что, мол, я кинул Женю. Что Женя мне оплатил всю сумму, то есть 3000 гривен, а я ему не даю никаких доступов, ничего. Изначально доступ к серверу я ему дал, но потом было мне очень жалко именно сборки сервера. И я написал Жене, что давай я тебе буду вносить правки на сервер, если тебе нужно, и какие нужно. И будем так сотрудничать, то есть я правки буду вносить тебе бесплатно. Женя согласился, так и работали. Вот, потом у нас закончилось время аренды сервера, и я написал Жене, что подходит аренда, будешь ли ты оплачивать. Женя отписал, да, буду, потом была, вот, привет, какая ситуация по серверу? На днях кинул тебе денег, чтобы продлить. Кинул или кинешь? Кинул. Чтобы серверок заработал и раскрутку. Вот, 14 декабря Женя начал рекламить в группе свой сервер новый, и этот, скорее всего, не должен был продлевать. В итоге я стал кидалой, потому что он заплатил мне всю сумму, и я не дал доступа в никаких за сервер. Ребята, еще раз говорю, было заплачено 400 гривен. Вот. Если бы все было нормально, он заплатил бы всю сумму, я через техподдержку onegame.ua решил бы этот вопрос, и сервер бы передался полностью. Ну, так как 400 гривен, то я не вижу смысла передавать сервер. Он мне дал доступ снова в группу лудского паблика 18+, дал мне права администратора. Я написал на стене в группе, что, ребят, у кого есть какие-то вопросы по кидалову, вот, мне человек писал, наверное, 10, что я кидала, что я, что мне заплатили всю сумму за сервер, то есть 3000 гривен. Вот. И я в итоге Женю кинул, то есть не дал никаких доступов, и в итоге агент кидала. Вот, ребят, поиск по истории, вот, 400 ищем. 6 октября пришло 400 гривен, окей, еще 2600, да, вот, и больше денег не поступало никаких. А, один раз за сервер, там, за аренд, ну, типа, чтобы продлить на месяц. Вот, там на вебманы кто-то должен был скинуть, ничего не скинули. Вот, я попросил Женю вернуть мне группу и вернуть доступ. Вот, я его спрашиваю, что тебе один лудский и вторая боевая арена, да. Вот, но я думаю, вот, я ему написал, передавай группу обратно и пиши номер карты для возврата 400 гривен. Многие пишут, что я тебе кинул на сервер, ты заплатил все деньги, а сервера нихуя нет. Нет коррепутация и хероборья не нужна. Вот, пиши номер карты, верну деньги, тобой оплаченные, а ты возвращай группу обратно. Написал мне он группу. Я написал на стене, что, если есть у кого-то вопросы, он удалил мои два сообщения. Права в группе остались, но он меня заблокировал, чтобы я не мог ему писать личное сообщение. То есть, если мы перейдем к нему на страницу, то видим, что Евгений ограничил доступ к своей странице. Вот, ребят, показываю, что я ему скинул вчера 400 гривен. Вот, первый транш в 21.53, это ему еще, еще ему получилось отправить. Вот, он не смог мне передать доступ. Права админка есть. Так, ну, благо у меня хоть доступ к серверу был. Фух, так. Вот, 200 ушли еще, 200 как группа будет переведена. Ну, 200 я ему оплатил. Можете посмотреть. Номер карты он писал, а я ему перевел деньги. Вот, в 21.53. И второй транш уже добавили меня в черный список. Я не смог ему перевести. Но я все же перевел, так как я честный человек. Оплачено, я все вернул. Вот, ребят, транш первый, 200 гривен. И второй, 200 гривен. То, что мне было и оплачено. Больше денег никаких не поступало. Вот. В итоге агент выходит, кидала у нас. Вот, ребят, вся история по поводу продажи моего сервера. И я так понял, что не нужно этим заниматься. То есть, если нет у тебя времени или нету заниматься, просто закрываешь сервер и все довольны. И потом никто тебе не пишет в личные сообщения, что ты кидала, тебе заплатили 3000, а сервера нету. Сейчас, ребят, у меня где-то тут писал один человек. Я вроде его еще сохранил. А, вот, Александр Ковтун. Это наш админ, один зверь. Так. Вот. Посмотрели мы один с чуваком на сервере. Я ему написал, что... А, он мне пишет, ты кидала, ты кинул Асика, он тебе заплатил все деньги. Вон. Он сказал, что скинул 3000. Смотри, Асик сказал, что, типа, он тебе кинул 3000, но ты ему не даешь права. Вот. Дал тебе пруф. Оплачено 400 гривен. Долг 2600. Вот. А Асик говорит всем, что ты его кинул. Ну вот. Агент кидала, вышел. Ладно, ребят, это все такое. Чтобы все знали, не задавали лишних вопросов, то, ребят, делаю вам видосик. Вот. Оплачено было 400 гривен за сервер. 400 гривен возвращены назад Евгению, он же Асик. 400 гривен ему я вернул. Ну, в итоге я в минусе, в одном, потому что группу так меня и не вернут. Я создал, ребят, новую группу, Луцкий паблик 18+, сервер будет работать. Я возвращаюсь на сервер. Сервер буду обслуживать и все будет у нас хорошо. Ссылку на группу оставлю в описании. vk.com.slash.strike.lutsk Вот. На этом, ребят, все. С вами был, как всегда, Агент. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также приходите на стримы по Counter-Strike Global Offensive. Всем, ребят, большой удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok